Папа, ну почему я всегда остаюсь у бабушки? Потому что мы с мамой занятые люди. Мы часто уезжаем по важным делам. Знаете, как мне нелегко приходится у неё? Тут я постоянно попадаю в какие-то ужасные приключения. Так и до старости, глядишь, не дотяну. Поверь, Балди, там, куда я сейчас еду, тоже не весело. Ты просто не знаешь, что происходит здесь, когда вас нет. Я прошу вас хоть раз в жизни, возьмите меня с собой. Мама вообще едет на девичник, с ней нельзя, а со мной тебе будет скучно. Ну так что, вы оставляете внука у меня? Чего так долго думаете? Ну пожалуйста, я умоляю тебе, папа, возьми меня с собой. Я обещаю, что не буду скучать. Ладно, но если тебе не понравится, то... Понравится, обязательно понравится. Прости, бабушка, но я в этот раз не останусь у тебя. Ты об этом ещё пожалеешь, Балди. Куда мы едем, папа? Ты же знаешь, что я сейчас работаю в школе. Так вот, наш директор позвонил и попросил приехать в заброшенную школу. Тех, кому он особо доверяет. Меня и ещё одну учительницу. Мы должны ему помочь с одним важным делом. Понятно. Ты не переживай, я вам не помешаю. Буду сидеть тише воды ниже травы. Надеюсь, сынок, что так и будет. Не хотелось бы расстраивать директора. Папа, тормози! Дерево! Поваленное дерево перекрыло дорогу. Нужно выйти и убрать его. А вдруг это лесные разбойники специально повалили его? Так и ждут, что мы выйдем из машины и схватят нас. Что за вздор? Откуда тут разбойники? Ну, в кино так часто бывает. Сынок, а мы же не в кино. Идём, поможешь. Скорее всего, дерево само упало. Такое бывает после сильного ветра. Смотри, папа! Дерево идёт! Дерево! Кажется, это не дерево, это монстр! Прячься, Балди! Вот это съездил с папой, называется! Балди, куда ты? Прячься в лесу! Ну, вот я и добегался. А ведь папа говорил прятаться в лесу. Как глупо было бежать прямо по дороге. Ведь я был у него как на ладони. Ну, что ж уж теперь поделаешь, если мозгов нету. Странно. Почему это чудовище меня ещё не растерзало? Кажется, пришли. И похоже, это его логово. Сделано из поваленных деревьев. Ого, какое высокое дерево. Зачем оно меня посадило в дупло? Это теперь моя тюрьма или дом? Эй, чудовище! Раз ты меня не съела, значит, не желаешь мне зла? В таком случае, ответь мне, зачем ты меня сюда приволокло? Чего ты хочешь от меня? Ничего не понятно. Ты что, не умеешь говорить? Похоже, не умеет. Или весь этот шум что-то означает. И его можно расшифровать, но я его не понимаю. А как зовут-то тебя? Что? Как? Это какой-то несвязанный набор радиошума. Всё равно, что с испорченным радио разговаривать. Ну, тогда я буду называть тебя Гигантер. Ты ведь огромный, как гигант. Гигантер! Чего ты хочешь от меня? Бесполезно общаться с ним. Тупой Гигантер. Ладно. Нужно осмотреться. И оценить обстановку. Он меня не съел. Я цел и невредим. Это плюс Гигантеру. Значит, он не так опасен, как я сначала подумал. Хотя, возможно, он просто ещё не голоден. И оставил меня на потом. В таком случае, мне необходимо поскорее разработать план побега. Ого, как тут высоко. Не вижу никаких веток, чтобы можно было по ним спуститься. По временю пока со спуском. Оценю обстановочку изнутри. Кровать маленького размера. Явно не для взрослых. Игрушки. Похоже, что до меня тут уже были дети. А-а-а. Похоже, Гигантер проголодался. Теперь моя песенка спета. Прощай, земля. Запомни меня молодым. Мускулистым и кучерявым. Я должен был стать богатым и успешным. Остал ужином для Гигантера. Ну, давай, глотай меня. Глотай меня полностью. Только бы не стал откусывать по кусочку. Как шоколадного зайца. Что? Обнимашки? Похоже, он играет мне колыбельную. Он хочет, чтобы я спал. Наивно полагать, что я сейчас засну. Меня всего трясет от пережитого. Чуть в штаны не наделал от страха. Такой стресс. Такой стресс. Странное чудовище. Другой бы на его месте уже давно съел. А этот, наверное, любит сначала поиграть. А может, Гигантер не собирается меня есть? Может, он хочет уложить меня спать в ту кроватку? Тогда нужно притвориться спящим. И он от меня отстанет. Как спать хочется? А засыпаю. Полежу какое-то время, чтобы он убедился в том, что я сплю. Кажется, я усыпил его бдительность. И он до утра меня не станет трогать. Если тут есть детские игрушки и кроватка, значит, тут по-любому уже были похищенные до меня. А раз их тут сейчас нет, значит, он их съел. Логично? Логично. А раз он их съел, значит, и меня рано или поздно съест. Не стоит надеяться на то, что он поиграется и бросит. Нужно бежать отсюда. Что же будет в следующей серии? Сумеет ли Балди сбежать от Сиреноголового? И стоит ли от него убегать? Может быть, он не злой на самом деле? Напиши в комментариях. Ну и лайк поставь, не ленись. Хорпик ждет, хорпик ждет, чтобы ты подписался. Лайк поставил, помидоставил. Хорпик ждет, хорпик ждет. Давай не ленись, подпишись. Хорпик ждет, хорпик ждет. Да. Ес. О да, детка.